Редактура или жизнь И это четвёртое видео моей недели чтения Уже четвёртое Экватор пройден Я на самом деле до конца не верю, что я иду к этой цели Не просто лежу в её направлении А она уже приближается Уже воскресенье скоро, когда буду снимать последний день Продолжаю читать ваши комментарии пока только под первым видео У меня пятница, у вас, я надеюсь, воскресенье Про судьбу Гарри Поттера мы поговорим немножко позже Я имею в виду Гарри Поттера в оригинале Да, поговорим позже Хорошо Ну а сегодня Гарри Поттер дочитан И обещаю вам уже два дня таинственную новинку Вот с неё-то мы сегодня начнём, пока у меня ещё варит голова Потому что эта книга будет в оригинале Она у меня в электронном виде, я вам повешу обложечку И это роман Кэтрин Эдисон Эмператор Гоблинов Чем интересна эта книга И почему я её с вами хочу обсудить Ну, во-первых, эта книга, которая была очень хорошо и тепло принята И критиками, и читателями, и всеми-всеми Она получила в 2015 году премию о Локус И была номинирована и на Хьюго, и на Небюлу, и на World Fantasy На мировую премию Fantasy Очень и очень хорошо от ней все отозвались Во-вторых, хотя вы можете увидеть на Гудридс, что в этом цикле три книги На самом деле первая книга — это самостоятельный роман У неё нет продолжения Потому что спустя какое-то время автор написала в Боквилл И потом продолжение в Боквилла То есть вот этот роман, он единственный И на нём сюжетная линия вся доводится до конца и заканчивается Плюс в тегах этой книги есть упоминание стимпанка То есть я очень надеюсь, что нас ждёт интересный и необычный мир И наш главный герой очень напоминает мне Точнее зачин этой книги, завязка книги Очень напоминает мне завязку другой книги Которую я буду читать вот, вот, прямо, скорее всего, на следующей неделе и начну Прямо интересно, как разные авторы подходят к одному и тому же моменту Итак, у нас главного героя зовут Майя Это он И он полугоблин Собственно, поэтому я перевожу как Король гоблинов, император гоблинов, а не гоблин император Об этом чуть позже Итак, он полукровка и младший сын императора И всю жизнь он провёл в изгнании вдали от двора Когда туда не стремился, ничего не знает ни об интригах, ни о политике, ни о чём И вдруг император и три его сына случайно погибают И наш главный герой оказывается главным претендентом на престол И он приезжает в столицу, и ему предстоит погрузиться, ну, просто в невероятную пучину Интриг, хитростей, политики ему предстоит разобраться в невероятном количестве вещей А союзников у него нет, друзей у него нет Он абсолютный чужак при этом дворе Я так понимаю, что двор будет отчасти построен по примеру Византии А Византия при дворе творилась Просто, просто это был адок, что творилось при дворе византийских императоров Поэтому я уже заранее герою сочувствую На тему перевода названия Дело в том, что у этого романа, который никогда у нас официально не выходил Ни в каком издательстве, есть неофициальный перевод Это всегда безумно интересно Я помню, что я Илону Эндрус и ее магию, ее истории про Кейт Дэниелс Я начинала читать с любительского перевода То есть настолько была популярна эта книга Что 4 или 5 романов успели любительски перевести прежде чем Прежде чем у нас это подхватило Эксмо И вот у Гоблина Императора или Императора Гоблинов Есть любительский перевод Вы можете это на лайфлибе увидеть Я не знаю, где его берут Не проверяла это Наверное, где-то берут И если вам понравится история По моим описаниям, то, по крайней мере, вы можете найти неофициальный перевод И ее почитать Ну вот там автор перевела Гоблин Император Мне кажется, Император Гоблинов как-то поправильнее Именно с точки зрения того, что это он полукровка Он еще и наполовину эльф Он эльфа-гоблин Это должно быть что-то фееричное, мне кажется И легкие декорации стимпанка Вот такой роман я сейчас начинаю читать Он не очень большой По-моему, около 400 страниц в оригинале Никаких там Джорданов и Хобб не будет И к вам вернусь и расскажу Кроме того, у нас сегодня с вами продолжение Болеслава Прусса Чем дальше, тем меньше я буду давать вам каких-то сюжетных спойлеров Постараюсь их вообще не давать Все-таки уже 15% текста я прочла Будем рассуждать в метафизическом смысле О дальнейшем прочитанном И я думаю, что еще сегодня у нас будет Робин Хобб И у меня пришла в голову классная идея Сравнить Робин Хобб и Джордана Потому что по количеству книжек Они очень похожи Поговорим о том, когда была написана какая книга Поговорим о том, в чем разница И там, и там абсолютно фэнтезийный мир Но поговорим о разнице в концептах Как вообще подход к такому большому эпическому глобальному фэнтези Изменился с годами Я думаю, будет интересно Понятно, что я сравню Я и там, и там в одном месте Я только прочла первую книгу В другом только читаю первую книгу То есть это не будет глобальный обзор на циклы Это будет вот по горячим следам Такое легкое сравнение Я, как обычно, много болтаю Спасибо, что вы поддерживаете мою болтовню Лайками и комментариями Пошла читать Кэтрин Эдисон Я прочла где-то 5% 440 страниц это книга в оригинале Можете прикинуть, я прочла не очень много Но решила вернуться и рассказать вам Пока еще можно всю завязку рассказать без спойлер Итак, мы прямо сразу Собственно, то, что я вам рассказала в предыдущем кусочке Это и есть завязка То есть наш главный герой Майя Просыпается среди ночи Его будет И прибывает посланец Чтобы сообщить, что корабль Воздушный корабль Я так понимаю Дирижабль На котором находился его отец И действительно Три его следующих сына Рухнул Они были где-то на церемонии И то ли чьей-то коронации То ли чьих-то похорон И в общем На дороге Летя оттуда Корабль рухнул И по факту Майя А он сын последней Жены императора Это была его четвертая жена И он ее довольно быстро Отослал куда-то там от двора И Майя жил вместе с ней То есть предварян вообще не жил Он даже не знает Не знал своих братьев в лицо Воспоминает Что он их видел Последний раз На похоронах Своей собственной матери И он не смог их Как бы идентифицировать в толпе Настолько Он был при дворе Не к месту И соответственно Он узнает Что его отец И все старшие братья погибли Соответственно Из этого следует Что он должен стать Новым императором Он получает письмо От лорда советника И вот сразу Мне нравится Когда сразу Вот политические интриги Видны сразу же Вот буквально В строчках этого письма На самом деле Я обратила на это внимание Еще до того Как это стали проговаривать в тексте Потому что Действительно Письмо составлено Очень классно В письме выражается Скорбь И вот Мы организуем Похороны И ни слова Про то Что нужно Вообще-то Организовать Коронацию Нового императора То есть Майю ставят В позицию Просящего Он когда-то Там доберется До дворца Своего изгнания И должен будет Мяться Сжаться Да Как-то по углам Организовывая Собственную коронацию Но У Майи есть Неожиданный Я еще не уверена Что этого человека Можно назвать союзником Этого гоблина Можно назвать союзником Его зовут Сетерис И собственно Под его Надзор Майя и был Сослан в это место То есть Сам Сетерис Условно В изгнании Явно Он Это его кузель Он явно С императором На чем-то Не сошелся И Как бы Майя И Сетерис Его ненавидел Все эти годы Шпынял Пинал Щипал Ну короче Назвал его Олухом И так далее Но сейчас Когда Майя Приходит к ему И говорит Он абсолютно Растерян То есть Ему 18 И он абсолютно Растерян То есть Он не придворный Мальчик Ничего про это Не знает И он приходит И говорит Сетерис Что мне делать И тот Как бы Ну грубовато Но вбивает В него мозг Как бы Мозги Такой Ты понимаешь Что тебе нужно Там быть Сейчас А не жду Что ты неделю Будешь пёхом Да Там на лошадях Наверное Добираться Ты должен Как бы Нанести Ответный удар Ты должен быть там Раньше Ты должен Взять В свои руки И я прошла Всего две главы И вот в второй главе Майя Начинает Потихонечку Вести себя Пытается вести себя Да Как император Будущий император Очень интересный Стиль У автора Она пользуется Старыми Местоимениями Английскими То есть Стиль очень В этом плане На Толкина Похож Это не Не совсем Современный Английский То, о чем она пишет Это такой Высокий штиль Неожиданно читать Потому что Темп повествования Совсем не Толкиновский Всего две главы Мы уже летим В столицу И при этом Вот Использование Определённых Архаичных Вариантов Архаичных слов За стиль Кстати, как раз Эдисон Тоже хвалили Мир Я пока не разобралась В этом мире Я так понимаю Мне видится Что гоблины Захватили Эльфийские земли Правят там Потому что Майе предстоит Стать Императором Эльфланда Эльфийских земель Соответственно Видимо так Просто Про это пока Ничего нет Как видите Действительно У нас уже есть Какие-то зачатки Технологии Ну по крайней мере Держабли Так как-то летают Особо в детали Не вдаётся Автор Не расписывает Устройство Всего этого Действительно Книга достаточно Маленькая И при этом Там видимо Много всякого Разного действия Очень интересно Упоминание Ушей То есть Уши В этом мире Это какая-то Самостоятельная часть Тела В том смысле Что они Могут прижиматься Устремляться вверх Ну в общем По ушам Тоже определяется Настроение Собеседника Положение Ушей Тоже может Что-то сказать То есть Это тоже Какое-то действие То есть Уши тут Упоминаются часто При этом Нет ни слова О том Что у кого-то Остроконечные уши Какие-то ещё уши Пока я только Я даже не понимаю Пока как эти гоблины Выглядят Кроме того Что они очень бледные Но с другой стороны Здесь и про эльфов Сказано Что они очень бледные И беловолосые Наш главный герой Полукровка То есть У него должно быть Что-то Между ними Но его описание Я пока не увидела Не могу его Себе представить То есть У нас есть Традиционный вариант Гоблинов Сейчас где-нибудь Повешу здесь Да Это мягко сказать Несимпатичное создание Здесь у нас Гоблины Гораздо более Гуманоидные В смысле Похожи на людей Но насколько Они похожи на людей И как они Действительно выглядят Я вот пока Определить не могу Если честно Мне пока Вот На сегодня хватит Мне очень интересно Что будет дальше Но мне надо пойти поработать Все-таки И потом вернусь И будем с вами читать Пруса И вечером будем читать Хоп Ну что Я так поняла Всем понравилась идея С Рассказом о том Что я ехаю Всем понравилась идея С процессом приготовления Поэтому сегодня Покажу вам Как быстренько Сделаю сейчас Что-нибудь из цыпленка Гарниром к цыпленку Пойдет Картошка Простите Я не стала снимать Как я чущу картошку Поэтому картошка Уже варится И сейчас Все что нужно Для цыпленка Это Лук В некотором количестве Аджика Зелень Зелень можете брать Какую хотите У меня это Немножко петрушки И немножко кинзы Кроме того В этом во всем Участвуют Резанные томаты И томаты Которые Я буду резать сейчас Самолично Что мы дальше Будем делать Я обжарю Лук Быстренько Потом Положу туда курицу И ее снова Обжарю И туда Пойдут Соответственно Помидоры Такие И сякие И оно будет Тушиться минут Двадцать После чего Аджика Ну и Как бы все Музыка Ну что, вот такая вот у меня получилась красота. Пойду ее есть, что не по всему. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, что в воскресенье снимем с вами еще одну серию. Ну что, сытый блогер счастья в семье. Получилось, кстати, все отлично. Мы с вами, я планирую, что мы с вами сегодня вечером пойдем за книжками, за разными. Я надеюсь, что за разными. Но какие мы сегодня не заберем, тем мы с вами заберем завтра. Ну а я пока отправляюсь продолжать читать Болеслава Прусса. Буду стараться теперь уже спойлерить все меньше и меньше и меньше. Пошла читать дальше. Ну что, почти час я читала роман Кукла. Чуть-чуть мне не хватило до четверти. Ну, там закончилась глава, и я остановилась на ней. И как же легко читается! Вы просто не поверите! Вот этот час пролетел вообще незаметно. Я прочла кучу текста, ну, вы понимаете, да? Прошла, ну, сто страниц почти что в бумаге. Это были бы сто страниц. И я читала, читала, читала. И там вроде бы, там как раз я читала, получается, две очень большие главы. И первая глава, это были отрывки из дневника старого приказчика Пана Жетского. Я говорила, что один из очень симпатичных героев, это как раз Пан Жетский. И здесь есть главы, от всех остальных персонажей они идут, вот как они там совершают какие-то действия, да, так идут главы в третьем лице. А Пан Жетский пишет дневник, и мы читаем его дневник. И вот в этот раз это был большой рассказ о его прошлом, о том, как он воевал во время венгерского восстания, когда Венгрия восставала против Австрии под гнётом, который она находилась. И Пан Жетский отправился воевать ещё довольно молодым человеком. И так здорово, кстати, так здорово вот описана война. Я рассказываю про это, потому что, ну, это не, это, это как бы не спойлер, да, к сюжету книги. И к сюжету книги это на самом деле, ну, не имеет отношения, можно сказать, это такое отступление, да, у нас. Пан Жетский, персонаж второго плана, и никакого особого влияния на основную вот эту вот романтическую линию, если её можно назвать романтическую, уж более нестандартную, пруссо, подход к ней. Он не оказывает на это влияние, тем не менее, очень интересно. Там прямо некоторые фразы были их, и они кажутся такими удачными. И так в одном предложении прусс выражает, ну, вот, как это, щемит сердце, да, от одной фразы. И ты прямо чувствуешь боль героя. Очень, очень здорово. Ну, и, судя по всему, прекраснейший перевод. Не знаю, он современный, или, может быть, он уже давно сделан. Ну, совершенно восхитительный. Это была одна глава, а вторая глава мы снова были с паном Станиславом. Снова он раздираем чувствами. И вот он, конечно, герой... Ну, это видно, что Пруссова так задумывал, безусловно. Он, конечно, герой, который вызывает симпатию. При том, что он вызывает симпатию не у всех там, в Варшаве, да, купцы на него косятся, потому что он спекулировал во время военных действий, а это почему-то считается, ну, то есть, в общем, чем-то страшным в их среде, в среде добропорядочного купечества, да, что он отправился на военные действия и спекулировал, и нажил состояние на этом. Ну, и они, конечно, вспоминают, что он там был когда-то поломоем и приказчиком, и что вообще он лавку получил благодаря женитьбе, конечно. Но при этом, конечно, они ему и завидуют, потому что к нему идут деньги, у него проекты, проекты, энергия, это понятно. То есть не всем он нравится там, но он определённо Пруссом задуман как персонаж, который должен нравиться нам. И вот в том, что я сегодня читала, он умеет поставить себя ниже другого человека, если есть чем восхититься. То есть когда он встречает человека, который на него абсолютно не похож, или человек, который, ну, то есть, да, условно, был похож на него в какой-то момент, но выбрал другой путь. Вакульский способен поставить себя ниже, при том, что, да, он сравнивает себя с человеком, который намного бедней, не зарабатывает миллионы и так далее, и так далее. Он способен восхититься человеком, причём восхититься человеком, в котором отчасти он мог бы видеть соперника. Он, тем не менее, способен им восхититься и способен признать, что в чём-то этот человек его лучше. Это очень классно. Кстати, прочла об этом, когда читала про этот роман, заметку хочу вам тоже рассказать. В этом романе присутствует то, что, оказывается, было такое явление, и оно было распространённым в польской литературе того времени, такая негласная народная цензура. Дело в том, что мы с вами говорим о Польше 19 века, и на минуточку мы вообще-то, как бы, мы не в Польше, мы в Российской империи. Да, Польша входила в состав Российской империи в то время. Мы в России, по факту. Но вот были писатели, и, судя по всему, Прус в их числе, которые всячески, ни единым словом не упоминали в тексте о том, что это не Польша. И вот здесь есть упоминания Москвы, есть упоминания Сибири, Плакульский был и там, и там, но нигде нету даже намёка, что это, по сути, что он путешествовал в одной, ну, как бы, в одной и той же стране, да, из Варшавы, там, в Москву. Ни слова об этом. То есть даже когда обсуждается, допустим, торговля Москвы и Англии, где Польша оказывается на пересечении торговых путей, и, собственно, от этого Вакульский прогнозирует большую выгоду, даже тогда он не говорит, наша страна будет торговать с Англией. Он будет говорить торговлю между Западной и Восточной Европой. Оказывается, действительно видно, что даже в тех ситуациях, где можно было бы это сказать, ни слова, прям ни словечка, ни намёка, то есть можно подумать, не знаю, да, не проходя историю, читая эту книгу, никогда не подумаешь, что мы в Российской империи. Про русских в Варшаве ничего нет, про управление, то есть, да, про царя ничего нет, про каких-то, может быть, русских чиновников ничего нет. Но вот это было такое, я так поняла, ну, прямо народное явление, народное движение, что всячески не упоминались, не упоминалось, так сказать, рука Москвы. Я делаю небольшой перерыв, и, скорее всего, в этот перерыв мы с вами пойдём за книжками. Я получила уже одно уведомление, но гипотетически могу получить ещё два. Поэтому я ещё немножечко подожду, вдруг всё приедет, тогда пойдём с вами за книжками, а потом уже вечером, кровать, и буду для вас сравнивать Хобб и Джордан. Я уже всё продумала, я уже всё посмотрела, всякие даты, цифры, должно быть интересно. А ещё только что вышел на Ютубе второй день, так что мне пора идти, читать, отвечать на ваши комментарии. Ещё раз спасибо вам большое за поддержку. Ну и я не прощаюсь, для вас пройдёт буквально секунда, и вернётся, я думаю, что влоговая часть. У меня хорошие новости для всех любителей влоговых ставок, потому что мы с вами отправляемся за книгами. Как минимум две посылочки точно приехали. И я надеюсь, что пока я не спешно пройдусь по торговому центру, третья тоже доедет. Я очень в неё верю и рассчитываю. Одна маленькая так себе деталь. На улице уже в 8 вечера, как вы понимаете, полнейшая темень. Интересно, как справится с этим фотоаппарат, но вряд ли я наснимаю себя в темноте особо. Но, может быть, просто покажу горящие огоньки в окнах. Ну, а книжки, конечно, буду снимать в помещении. Отправляемся? На самом деле, фонари светят так ярко, что вообще. Камере вполне много. Надеюсь, вам тоже звук, понятное дело, будет вместе с машинками, которые мимо едут. Ну, и первый мой пункт назначения, это, конечно же, пункт подачи лабиринта. А дальше посмотрим. Ну что, вы видите, это самыми первыми. Мой голос мелко приглушён из-за маски. Вот она такая толстенная, красивая. Ничего не весит, вообще ничего не весит. В плёночке. Я по-прежнему считаю это оформление невероятно багическим просто. По-моему, это мечта, чтобы твоя книга была так оформлена. Абсолютно роскошно. Ну, и читать планирую, как только, так сразу. Продолжу закрывать всё начатое в этом году тоже в этом году. Так что сразу после Пруса или Стивотер, ну, не после Хоп, буду читать её. Ну что, ну что, ну что. Я шепчу от восторга. Буквай, я так хорошо замуковал всё, что давайте распакуем с вами дома. Да, я это сделала, и никто меня не остановил. Заодно расскажу, во сколько мне это обошлось. Спойлер, очень дёшево. Так, вот так вот это выглядит. Идём распаковывать домой, потому что страшно мокро. Так что у нас с вами сейчас и распаковка будет в прямом эфире, и покупки. Прекрасный формат. Мне кажется, надо проводить его чаще. А вы-то как думаете? Я вернулась домой. Знаете, ничто так не придаёт новых сил и мотивации, как возможность сделать распаковку в прямом эфире. Я что-то соорудила из головы, потому что на улице полный трешак. И давайте скорее всё это смотреть. Вот такую вот овосечку я притаранила. И сейчас мы её будем с вами варварски раздербанивать. Ну, начну я с... Начну с бордуга. Благо, вы её уже видели. Но мне её очень хочется пощупать. Это, по-моему, совершенно нереальная красота. Да, она, ну, как бы... Рельефная. Рельефная обложка. Очень красивая. И, как я уже сказала, я заканчиваю ближайшую книгу. Ну, разумеется, не Хопп, потому что там ещё два тома. А любую другую. Пруса или Стивотер, или Эдисон, наверное, на следующей неделе. И Яночное правление волков. В принципе, я уже вам рассказывала про бордуга. Хотите ли вы ролик, где будет рассказано про диалогию про Николая Ланцова? Потому что это у нас завершающий роман, вообще завершающий роман про грешей на какое-то время. Но это и второй том диалогии про Николая Ланцова. Соответственно, нужно ли вам видео, где мы в том числе поговорим именно о двух книгах? Жду ваших ответов в комментариях. А мы с вами тем временем... А мы тем временем распаковываем вот эту нереальную красоту, которую так любезно и надёжно запаковали в буквоедик. Итак, у меня абсолютно не было шансов собрать все книги в той серии, в которой у меня узник Аскабана. У меня его нет сейчас в руках, но он вот в этой вот серии, которая собирается в замок. Единственный магазин, в котором можно было купить бокс из семи книжек, собирающихся в замок, это Московский дом книги, 9 тысяч рублей. Ну, знаете, я как бы на Амазоне и больше тратила, но не за семь книжек, а за много книжек плюс доставка, там за три дня, да? Вот взять и так просто купить, тем более в этом сете будет одна лишняя книга, мне нужно будет что-то с ней делать. И я была не готова, и пока я думала, с вами делилась, что я думаю, буквоед прислал мне с утреца промокод. Они так часто делают для держателей приложения, карт читателя и приложения, они часто в приложении могут с утреца или в ночи кинуть какой-нибудь промокодик. По любому поводу и даже без повода, на какую-нибудь хорошую скидку. Ирония в том, что нужно запомнить этот промокод сразу, потому что потом его найти в приложении нереально, у меня ни разу не получилось. А так как моя голова была занята Гарри Поттером, и я знала, что, в принципе, из какой-то комбо в буквоеде я могу собрать, когда они кинули скидку на 20% с утра, просто так, ни с ничего, ни черная пятница, просто я подумала, о, это хорошо. И в итоге мне каждая книжка вышла примерно в 500 рублей. Это для книги на английском, это очень дешево, можете сами убедиться, хоть на лабиринте, хоть где, за 500 рублей вы книги о Гарри Поттере найдете с большим трудом. Ну, какие-то были около 600, а некоторые были прям 500, ну вот, типа, философского камня. Очень. Не все-таки вот это издание мне, конечно, больше нравится, но в итоге вот в этом издании у меня философский камень и комната, ой, тайная комната и принц полукровка. Ну, то есть, на самом деле, у меня будет 4 книги в одном оформлении и 3 книги в другом, оно мне тоже нравится. Это Кубок огня, по-моему, это самый такой ходовой популярный вариант. Кубок огня, это у нас Орден Феникса и Дары Смерти. Вот кто, кто счастливый обладатель всего Гарри Поттера, тот я. Что делают счастливые обладатели после того, как они заполучили книжки? Правильно, ставят их на полку. Но я, перед тем, как поставить на полку, делаю еще кое-что. Сейчас покажу. Итак, я перед тем, как положить книгу на полку, когда я, либо когда я ее уже читала и купила, либо когда я ее прочла, я ее заношу в свою библиотечку. Вот она так выглядит. Это, простите за лампу, которая, это любая, как не поверни телефон, обязательно попадут лампочки на потолке. Итак, у меня приложение, которое называется Book Collector. И чтобы сюда книгу, особенно книгу на иностранном языке, достаточно сделать буквально два движения. Я нажимаю плюсик вот здесь и сканирую код. Вы можете видеть, что вот здесь появилась эта книжка. Я сейчас их все отсканирую. Вот, посмотрите, вот они все здесь. И я просто нажимаю добавить в коллекцию. И, возвращаясь к коллекции, вот они уже все появились. Просто магия. Что я еще делаю? Я нажимаю синхронизировать с облаком. Это не мое облако, это облако программы, где у каждого пользователя есть свое облако. И таким образом, когда я открою на компьютере, я синхронизирую приложение на компьютере, потому что основное приложение находится на компьютере, и они сразу туда попадут. Как вы помните, я все еще должна вам видео про свои книжные полки. Ну, по крайней мере, полку с литературой на английском, с фантастикой на английском вы уже видите. Сейчас я на ней быстренько произведу реорганизацию, потому что до этого Гарри Поттер стоял в гордом одиночестве, а теперь он будет стоять уже не в одиночестве. Зря я так запихала. Там еще должен быть Сандерс. Ну, ладно. Это мелочи. И теперь мы все это красиво расставим. Итак, это у нас Кубок огня, это Орден Феникса, это Семьи и Последняя книжка. Здесь должен стоять вот он. Они еще и по высоте разные. Ироды. Просто ироды эти люди. Все ничего. По крайней мере, у меня будет кусочек замка. Потом он будет внезапно прерываться. Здесь будет еще кусочек замка. И вот так. Здесь живет моя свежеприобретенная трилогия Иллюмина. И я-то думала, как здорово, что у меня так много места на этой полке. Ну, теперь его здесь нет. Бардуга отправилась на мою полочку около кровати, потому что она будет ждать своей очереди. А мы давайте распаковывать таинственный сверток. Все, кто сталкивался с доставкой от Бук-24, знают, как они надежно все запаковывают. Поэтому я сейчас тут в режиме, в темпе вальса все это распакую. Ну что, вы готовы? Вы готовы? Потому что это адвент-календарь по Гарри Поттеру. Насколько я знаю от зарубежных блогеров, которые увлекаются Гарри Поттером, это впервые адвент-календарь в бумажном формате. То есть в том смысле, что все вещи, которые здесь будут внутри, он очень тоненький. Они, ну, в общем, открыточки, не знаю, билетик Хогвардс Экспресс, вот такие вещи. То есть это не какой-то прямо мерч, типа, не знаю, шарфики, метлы, еще что-нибудь. Так или иначе, это будет связано, ну, с книжками, с бумагами. И это официальный календарь, то есть, ну, точнее, русифицированная официальная версия календаря. То есть точно такой же календарь можно купить на Амазоне. Единственное, наши сделали обложку чуть более синий. Она на Амазоне, вот так вот он выглядит. Вот так вот он выглядит, я вам сейчас показываю все. Себя закрываю, показываю вам календарь. Обложка на Амазоне английской версии, она такая же голубая, как внутри. Так что я вас приглашаю. Во-первых, вы можете купить. Он в продаже на Лабиринте, на Бугу-24. Я делала предзаказ 10 октября, и он должен был, типа, вот сейчас выйти, но он вышел вот, когда вышел. И приглашаю вас в мой Инстаграм. Здесь будет надпись. Я с 1 декабря начинаю его со всеми распаковывать. Буду показывать, что же здесь внутри. Очень классно сделано. Аккуратненькие такие конвертики. Ну и оформление, конечно, тоже очень красивое. Итак, книжки мы расставили, календарь мы открыли. Ну что, пора возвращаться к Робин Хобб? Да, это нелегко. Десятый час. Распаковано столько всяких классных штук. Но надо возвращаться, потому что я для вас приготовила небольшое, импровизированное абсолютно сравнение Робин Хобб и Роберта Джордана. Для начала, почему решила сравнить? Ну, потому что у нас 14 томов, 16 томов. Первые тома очень похожи по размеру. Чуть ли не знаете до десятой страницы. То есть здесь вот 860 и здесь 860. То есть у них просто одинаковое количество страниц. Этот я прочитала целиком. Этот сейчас продолжу вместе с вами читать. И то, и другое. Это масштабные, эпические, всеми любимые циклы. Давайте о них поговорим. Возможно, при этом, да, я думаю, многие из вас уже представляют, насколько это разные вещи. Вы будете, возможно, удивлены, если я вам скажу, что эти книги, ну, точнее, это же первая книга, а это не первая книга во всем, во всей истории Элдерлингов. Это четвертая книжка. Я думаю, вы будете удивлены, если я вам скажу, что их разделяет очень-очень малое количество времени. 1990 год, дата выхода Ока Мира. И первая книга в мире Элдерлингов вышла в 1995. Пять лет всего лишь. И насколько это вообще абсолютно разные фэнтези. Волшебный корабль вышел в 1999 году. Ну, то есть, 9 лет это, в общем-то, тоже не такая большая разница. И там, и там у нас с вами абсолютно самобытный, фэнтезийный, глубоко продуманный мир, там, с картами, с народами, со всем-со всем. И там, и там у нас большое количество персонажей. Там, и там у нас есть какая-нибудь магия. При этом, да, Роберт Джордан, более классическая фэнтези, как мы, фэнтези в традициях Толкина, да. То есть, у нас фэнтезийный мир, в котором, когда бы то ни было, может быть, прямо сейчас, обязательно есть битва света и тьмы. Потому что даже и это, вот, вам, может быть, кажется, что это, знаете, только в истории, вот, про таких, как, не знаю, там, Аэрогорный, Рандалл Тор. Но нет, даже если вы возьмёте Глена Кука, «Чёрный отряд» начал выходить в 84-м году. Глен Кук тоже наследник толкиновской традиции в гораздо большей степени, казалось бы, дарк, тёмная фэнтези, про беспринципных наёмников. Да, но не забывайте, что в мире Кука тоже идут, идёт битва света и тьмы. Просто тьма победила, мы с этого начинаем весь цикл, да. Тьма победила, но свет, он ещё пытается сопротивляться. Это тоже классический фэнтезийный мир, где обязательно есть некий тёмный властелин, который, вот, да, это наследие Толкина, наследие Брукса. Вот обязательно есть вот эта вот тёмная сила, и не обязательно, что наши герои вот прямо идут в квест, не знаю, найти, там, кольцо, посох, какие-нибудь медные трубы. Но это вот мир, в котором есть такая полярность. Что у нас здесь? Здесь у нас мир, в котором нет никакого тёмного властелина. Пять лет прошло с выхода, и у нас уже, да, то есть, хоп, гораздо ближе к фэнтези, которые мы привыкли видеть сейчас, если мы читаем самое-самое современное фэнтези, да. Люди сражаются с людьми, у людей цели, у людей амбиции, и все, чаще всего, все заключения, которые выпадают на их долю, по их же собственной дурости, ну, или по вредности кого-то там, да. Не нужно никаких тёмных властелинов, чтобы устроить себе большой головняк. И Робин Хобб ещё в 90-е годы, да, возможно, она была во многом зачинательницей этого. У нас здесь главные персонажи, они, у них нету каких-то великих целей, у них есть свои повседневные проблемы, и они эти проблемы, ну, будут как-то решать. Я пока ещё вижу только проблемы, да, как они их решают, пока не вижу. Единственное, из всех здесь героев, это только Кеннет, как-то начал двигаться к своей вот условной какой-то цели. Более того, я бы сказала, что ещё, кроме Кеннета, да, здесь остальные герои даже не сформулировали, какие у них цели есть. То, что у них всё плохо, это понятно, то, что они там постигли разочарование и прочее, прочее, да. К чему они будут стремиться, даже этого пока нет. Ещё очень интересный момент, о котором стоит поговорить, и он важен в отношении моих впечатлений от Джордана. Дело в том, что у нас вот здесь Джордан берёт вот эту компашку, давайте считать компашку, мы не будем считать Айседай со Стражем, да, будем считать компашку из трёх мальчиков и двух девочек. Понятно, что Найниф уже не совсем девочка, но она достаточно молодая женщина, будем считать. У нас компашка из трёх мальчиков и двух девочек отправляется из этого своего двуречия. И они абсолютно белый чистый лист, как персонажи. Какой у них бэкграунд? Да никакого. Они все свои там 17-18 или я не знаю, сколько Найниф лет, да, 20 с лишним, прожили в этом своём двуречии. Были ли у них какие-то страшные потрясения, супердостижения, подвиги, ну, какие-то бытовые, да, какие-то потери или, наоборот, приобретения, какие-то открытия, какие-то тайны? У них ничего нет. То есть пять героев, которые стартуют менять судьбу этого мира, да, они абсолютно без скелетов в шкафу. Да, потом выяснится, что кто-нибудь из них происходит с какого-нибудь древнего рода, но это, ну, как бы, это не тот скелет, о котором они могли бы порефлексировать сами, особенно в первой книге, они не в курсе. И поэтому на середине книги возникает, да, такое вот ощущение скуки, потому что своим поведением они бесят, но, допустим, Кеннет, он тоже бесит. Но Хоп нам даёт абсолютно выпуклых персонажей, у которых уже есть, скажем так, как некий базис, относительно которого они оценивают своё состояние и говорят, вот то, что сейчас, это плохо, потому что вот до этого было условно хорошо, у которых были определённые переживания, у которых есть бэкграунд, о котором они могут порефлексировать, и поэтому их рефлексию интересно читать. Даже если вот Кеннет бесит, он у него, вот в этих шести главах, которые я прочла, у него была очень интересная, ну, как бы всплески, да, такой рефлексии, явно у него там и с женщинами что-то было, и почему ему вот хочется там такой власти, такой уверенности, и вот то, как он сплотил команду своего корабля, то есть сколотил из банды каких-то оборванцев действительно сильную дисциплинированную команду, не просто же так, про это очень интересно читать. Или про Ронику, жену Эфроны, да, которая сидит у постели умирающего мужа, и долго-долго рефлексирует, как у них было всё в жизни. Мы читаем про то, что она одна руководила вот всем хозяйством, пока он был в плавании. Круто! И даже, даже, ну, вот за исключение мальчика Уинтроу, но даже, ну, понимаете, и Альтия, и Брешин, и даже мальчик Уинтроу, у каждого из них уже есть определённый, определённая не то, что опора в жизни, да, но, допустим, Уинтроу знает, что такое жизнь в монастыре. Вот он из дома поехал в монастырь и понял, что там его место, ему там хорошо, он там, ну, как бы, это его призвание, он уже даже отцу возражает в духе монахов вот этого монастыря. Он пропитался этим учением. И теперь, если, если, я предполагаю, я не читала ещё, да, если ему, допустим, запретят возвращаться в монастырь, я его пойму, очень хорошо его пойму, если он будет туда рваться. У Альтии то же самое, это её связь с проказницей, у них у всех вот что-то уже на бэкграунде есть, и поэтому, когда мы читаем про это рефлексию, нам это интересно. Здесь персонажи только к концу книги получают, вот, да, они прошли эту книгу, получили этот бэкграунд, о котором они могут порефлексировать, и изменились, получили этот опыт. Вот, начинаем проникаться к ним уважением, но они, как бы, меняют своё поведение, это понятно. Они становятся не чем-то, они перестают быть пустым сосудом, они начинают наполняться, как сосуд. Вот это абсолютно, да, диаметрально противоположный подход. Кстати, то же самое делает Сандерсон, то же самое делает Ротфус, посмотрите на их героев. У всех, почему у Сандерсон такие классные флэшбеки? Потому что он изначально вводит героев молодых, посмотрите на их возраст, если мы не берём Долинара. Каладин, Шеллан, там, Адалин, молодые, реально молодые ребята, я уверена, они ровесники на Эниф, если не младше её. Но что у них там было в прошлом, это же на целые книги отдельные хватит. И поэтому сцены с их флэшбеками никогда не кажутся замедлением повествования. Они кажутся наоборот, мы одержимы желанием узнать, что там такое у них было страшное в жизни. А здесь, здесь ребята, единственное, на что они реагируют, на то, что их забрали из двуречия. Всё! Это первое потрясение в их жизни за 17 или 18 лет. Да, ну и Мартин, разумеется, тоже сюда же, тоже в эту когорту. Разумеется, Мартин в этом плане, ну, не наследник толкиновской традиции, да, у Мартина тоже нет никаких тёмных властелинов. Очень разные циклы, то есть вот они прямо... Мне захотелось, да, для вас сформулировать эту разницу, она очень чувствуется, прямо очень. Хотела, перед тем, как пойду читать Хоп, хотела ещё сказать, забыла, позавчера, когда читала, почему меня ещё так затормозили вот эти четыре главы, в которых почти ничего не происходит. Особенно глава с Роникой, которая сидит у постели умирающего мужа и вот вспоминает всю свою жизнь с ним. Проблема в том, что она вспоминает эту свою жизнь и всё время в мыслях сетует о том, что нравы поменялись, пришли новые торговцы, не из тех семей, которые изначально сформировали этот посёлок, да, они вытесняют старых торговцев, они скупают у них земли и какие-то предприятия. Роника была вынуждена продать свою винодельню. Они привозят с собой дешёвую рабсилу, рабов, которыми никогда старые семьи не пользовались. И вытесняют их, просто выживают их оттуда, а сами богатеют. Вот. Проблема в том, что вот она так это всё рефлексирует, и мы всё это впитываем. Потом приходит Давар, их с Эйфроном знакомый. И там происходит тот самый конфликт на всю эту огромную главу, маленький. У них в диалоге происходит маленький конфликт, он пришёл её искушать. Это буквально, знаете, по три реплики с каждой стороны, и они как бы разобрались с этим. А дальше они начинают диалог, в котором разбираются то же самое, о чём она только что рефлексировала. Про то, как новые торговцы выживают старых торговцев, и как всё плохо. Вот просто то же самое. То есть если бы Хоп выкинула вот эту часть рефлексии не про счастье с Эйфроном, а вот именно ту часть, в которой она сетует на теперешнее положение дел, и оставила только диалог с Даваром, ничего бы не поменялось, потому что даже самый, по-моему, лишённый воображения читатель понял бы из диалога про бедственное положение и их семьи, ну и многих других семей. Я пошла читать, я планирую пять глав, читаю ваши комментарии уже ко второму ролику. Спасибо, что вы просите больше влогов, спасибо, я так рада, я так рада, что вам нравится, что вы просите видео подольше. Вот сегодняшнее видео, оно и есть подольше, со влогами, всё, как вы просили. Ну а я пошла читать Хоп, и к вам через часик вернусь, для вас через секундочку, и мы обо всём здесь поговорим. Я нашла, нашла ещё одно сходство между Хоп и Джорданом. Здесь тоже надо потерпеть, просто здесь пять глав, а там четыре. Афигенно, ну потому что с шестой главы, которую я читала позавчера, начинается движуха и не прекращается. Вот сейчас я читала прямо пять глав на одном дыхании, офигенно. Всех жалко. Вообще, мне кажется, это хороший признак, когда уже в начале книги появляется человек, которому ты желаешь сдохнуть. Здесь уже точно есть такой персонаж, по-моему, ему уже почти все желают. Но мне непонятно как. Ну вот сейчас определённые герои, я уже не буду спойлерить, потому что я уже, видите, как бы подбираюсь к третьей книге, спойлерить не буду. Определённые персонажи вообще могли бы за годы, больше тринадцати лет, могли бы сообразить, с кем рядом они живут, но нет. В общем, всех жалко. Кенни-то интересный чувак. Ну то есть, да, он как бы противный, но интересно, к чему приведёт его предприятие. Бесконечно уважаю интро. Вот прям реально, тринадцатилетний мальчишка, прям звезда книги. И, я так понимаю, в отличие тоже, кстати, от Джордана, но это, я думаю, личная тема, хоп. Здесь вот прямо отступать, если человек делает что-то неправильно и вступает в конфликт с другими персонажами. Вот, хоп, как бы нифига никто никогда не отступится. Все гордые, все напролом и прям вот до последнего. Ну, это приём, который конфликты усиливает. То есть, она добавляет персонажей, которые не способны, как бы, в пылу конфликта сдать назад. И такие, ну, типа, давайте. Ну, то есть, они, как бы, все идут, происходят столкновения, и дальше последствия этого конфликта расходятся огромными волнами, ну, потому что все наговорили чего-то, натворили чего-то, и, как бы, дальше деваться некуда. Мне очень интересно, к чему она приведёт героев этой книги. И, пожалуйста, напишите мне, кто читал, ну, всю Робин Хопп, или хотя бы ближай, ну, хотя бы два цикла следующие. Будут ли ещё эти персонажи в следующих циклах? Я понимаю, что они, наверное, не будут в цикле о Фице и Шуте, о Шуте и Убийце, вот. Напишите, будут ли они в хрониках дождевых чащоб, потому что, если да, я, наверное, всерьёз буду рассматривать идею всё-таки читать всю Робин Хопп. Я за них переживаю. Робин Хопп умеет. Я прочла 11 глав, и уже у всех всё так плохо, что я за них уже прямо душа болит. При этом, ну, опять же, и поступки их я тоже понимаю. Ну, а кое-кому уже можно было бы и сойти со сцены, но я так понимаю, что такие персонажи, они выбираются для того, чтобы до конца всаживать героям как бы в печёнку что-нибудь. В общем, я больше не... в этих пяти главах не было никакой лишней рефлексии, всё было супер, описания были супер, события были супер, динамика была супер. Пожалуйста, пусть так дальше и будет. Давай, Робин Хопп, и мы с тобой тогда подружимся. В общем, помните, у Джордана 4 главы, не считая прологов, у Робин Хопп 5 глав. По-моему, сегодня был классный день. Я уже предвкушаю, как завтра. У меня завтра внезапно достаточно насыщенная суббота, я предвкушаю, как завтра, я не знаю, как буду это всё монтировать. Я примерно знаю, как завтра я, может быть, сниму влоговую часть, но пока не понимаю, как буду снимать чтение. Когда буду снимать, всё спланирую. Спасибо, что провели со мной этот день, нам с вами ещё два дня осталось. Приятного вам просмотра, я пошла читать дальше ваши комментарии. Ну и завтра увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok